Музыка Там очень много нюансов, там много-много-много пунктиков, которые ты должен выполнить. Что рекомендует бывалые фермеры, желающим получить грант? Исторически данное предприятие работает порядка более 30 лет, и мы всегда снабжали население молоком. Кто помог построить в Курагино новый молочный завод? Каждую дырочку проткнешь, иголочкой вот так пройдешь в один край, а потом с того края туда, чтобы шов был вот такой, как на машинке. Где живет мастер конной упряжи и есть ли спрос на его товар? Хочешь быть фермером – будь им, говорит государство, и дает начинающим деньги на развитие хозяйства. У нас вот только тысяча, но на самом деле господдержка может быть до 5 миллионов рублей. Но так ли все просто и какие рекомендации дают уже бывалые получатели грантов? Ведь за каждый рубль нужно отчитаться. В 2012 году решили построить деревню дачу, чтобы летом приезжать. У меня бабушка здесь жила, завел 4 овцы, кроликов, коров. Ну и все, и вот так помаленьку, помаленьку началось. Потом получил грант. Артем Денисюк до 33 лет жил в Красноярске. В деревню приезжал только на каникулы. Сегодня, наоборот, он редкий гость в мегаполисе. Здесь, в деревне Шушково, он нашел свое любимое дело – занялся овцеводством. Считает, что с выбором направления не прогадал. Животные неприхотливые, теплых капитальных помещений не требуют. Зимой едят сено и овес, летом пасутся на пастбищах. Кроме того, большой спрос на баранину. Заказы расписаны на несколько месяцев вперед. Вот малыши родились пару дней назад. Осенью уже будет большие. Можно будет на мясо. Толчком к развитию стал грант для начинающих фермеров. В 2015 году Артем получил от государства полтора миллиона рублей. На эти деньги купил технику для заготовки кормов, трактор, косилку, грабли и пресс-подборщик. Пишешь бизнес-план, грант осваиваешь по назначению, никаких подводных камней. Только это нужно, как сказать, отчитываться. Квартально, ежегодно платить вовремя налоги, пенсионный фонд. Единственный минус при получении гранта для начинающих фермеров, что ты по условиям гранта должен нанять рабочих. Одного-двух рабочих. Ну вот это минус, потому что ты еще сам начинающий фермер. Хозяйство небольшое, можно справиться своими силами. Тебе нужно трудоустроить людей. За них налоги платить, зарплату платить. Чтобы зарплату платить, нужно хорошо зарабатывать. После получения гранта Артему пришлось освоить бухгалтерию. Ведь материальная помощь требует отчетности. Расходы, прописанные в бизнес-плане, должны совпадать с реальным положением дел. Если деньги будут потрачены нецелесообразно, то государство наложит на фермера санкции. В соседней деревне Старая Черная проживает семья бронтарюков. Четыре года назад они решили, что личного подворья и трех коров им уже мало. Подали в Минсельхоз заявку и выиграли грант для начинающих фермеров в 2 миллиона 700 тысяч. На него купили сельхозтехнику, 10 племенных коров и построили коровник. Чтобы получить от государства помощь, советуют готовиться к конкурсу грантов заранее. Там очень много нюансов. Там много-много-много пунктиков, которые ты должен выполнить прежде, чем это самое. У тебя должна быть земля, у тебя должны быть животные, у тебя должна быть какая-то техника. Ну, хотя бы там очень много пунктов, которые ты должен соблюдать прежде, чем вступать в эту программу. И вот все эти бумажки собрать за месяц, за два нереально просто. Там нужно месяца три, на оформление все идет. И многие поэтому не успевают. Это вот тоже надо иметь, кто хочет подавать. Что вот когда они конкурс объявляют, могут за месяц объявить. А ты не успеешь просто-напросто собрать эти бумаги, потому что это все надо, если вы хотите, то надо заранее все это предусмотреть. Еще одна рекомендация для тех, кто только планирует подаваться на грант – иметь свои сбережения и не рассчитывать только на господдержку. Прибыль в бизнес-план заложить минимальную, ведь затрат будет гораздо больше. Например, Татьяне и Николаю, чтобы достроить коровник, пришлось продать машину. Но в целом считают, что выборов молочное животоводство не прогадали. Сегодня у них уже 25 дойных коров. Смысл-то есть. Во-первых, и плод телят, так же и молочная продукция, если все хорошо будет. Самое главное, чтобы были объемы. Если объемы будут побольше, значит, есть смысл. Но объемы приходят с годами. Надо год-два работать, работать, работать. Начинали примерно с трех-четырех голов. Двое телят было. Это было маленькое здание полностью. Потом все вложено было. Грант помог очень. Приобрели технику, построили здание. Уже легче стало, потому что своими силами невозможно, тяжело. Кредит взять – это вообще тяжело. Только своими силами, если добавляешь энергии. Главное, что помощь. Ну, помощь – хорошая вещь. Позаботиться начинающим фермерам стоит и о сбытии продукции. Особенно, когда начнут расти объемы. Искать клиентов, отладить доставку или сдавать товар оптом. Пока у Татьяны и Николая с этим проблем нет. Настоящее деревенское молоко охотно покупает местное население. И поступают заказы из города. Раньше на жизни на дороге работал. Кувалдой ломиком махал. Но это я сам на себя работаю. Вовремя налоги плати, чтобы у тебя… Во-первых, и самые рабочие места у меня уже есть. Уже три часа доярка, скотник и тракторист. Ну, на отдых, конечно, еще за границу не хватает денег. И времени нету. Ну, по крайней мере, уже можно позволить и детям помочь. И уже… Ну, как? Машину поменяют через годик-два. Уже потихонечку купятся. В этом году начинающие фермеры Красноярского края могут заявиться на грант «Агростартап», входящий в национальный проект «Малое и среднее предпринимательство» и поддержкой индивидуальной предпринимательской инициативы. Размер гранта по молочному и мясному направлению увеличен до 5 миллионов рублей. В случае направления части средств на развитие кооператива – до 6 миллионов рублей. На бизнес-проекты по растеневодству госпомощь остается прежней – до 3 миллионов рублей. Государство компенсирует 90% затрат, фермеры вкладывают в реализацию задуманного 10% собственных средств. Владельцы личных подсобных хозяйств, являющиеся пайщиками сельскохозяйственного кооператива, смогут приобрести племенной молочный скот за 10% от стоимости. В министерстве были разработаны соответствующие изменения в наш закон о государственной поддержке субъектов агропромышленного комплекса Красноярского края. И с этого года, с 2020 года, мы начинаем развивать новое направление государственной поддержки. Ну, в частности, могу сказать, что для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, которым мы предлагаем и настоятельно рекомендуем объединяться в кооперативы, предусмотрена государственная поддержка, мы компенсируем 90% затрат, связанных с приобретением молочных коров. Причем это коровы очень хорошие, продуктивные, племенные. И 90% цены за эту корову будет компенсировано кооперативам, в которые граждане объединятся. Личные подсобные хозяйства получат субсидии на кормление и содержание дойных коров. Застает вопрос о том, что животное надо кормить. И поэтому здесь мы тоже учили эту ситуацию. И в крае теперь существуют меры государственной поддержки, которая позволяет на каждую голову крупнорогатого скота, на каждую коровку, получить 8 тысяч рублей на приобретение кормов. Причем это может быть не одна корова. Мы рассчитываем и готовы сегодня оказывать поддержку до 10 коров в одном хозяйстве. То есть в одном крестьянском дворе содержится, может быть, и 20 коров, но за 10 коров, то есть 80 тысяч рублей, эта семья, это личное подсобное хозяйство получит в год от края такую поддержку. Личные подсобные хозяйства, желающие объединиться в сельскохозяйственный кооператив, смогут получить из краевого бюджета 5 миллионов рублей. На создание кооператива мы сегодня предусмотрели грант 5 миллионов рублей. Это очень большие деньги, это безвозвратные деньги, это не ипотека, это не кредит. У нас будет объявлен конкурс грантовый на соискание гранта. И граждане, которые объединились в кооператив, это может быть 5 граждан, которые ведут личное подсобное хозяйство. Подтвердить, что они ведут личное подсобное хозяйство, достаточно взять справку в сельском совете. Как правило, все живущие у нас в селе имеют земельный участок, выращивают овощи. Кто-то содержит птицу сельскохозяйственным, кто-то скот. Вот они могут объединиться в кооператив, избрать председателя своего кооператива и прийти к нам за грантом. 5 миллионов рублей они получат на то, чтобы приобрести технику. Ну, машину, предположим, для перевозки мяса, машину для сбора и перевозки молока, оборудование, холодильное оборудование для накопления молока, так называемый танк-накопитель, лабораторное оборудование для исследования молока, когда население будет приносить и молоко сдавать. Вы знаете, это очень хорошее направление, оно перспективно, оно сегодня работает. Я вот не какие-то сказки рассказываю. Сегодня у нас на юге края, в восточной территории Красноярского края, в центральной части Красноярского края создано достаточно много кооперативов. Есть кооперативы, которые объединяют до 2000 пайщиков. То есть 2000 граждан объединились и совместно решают вопрос по сбыту своей сельхозпродукции. Причем заработная оплата в месяц в этих кооперативах достигает и 200 тысяч рублей, и 300 тысяч рублей на одного человека, на одного пайщика. Ну, я бы сказал, на одну семью, которая работает, содержит этот скот. А это достаточно серьезно, это очень большие деньги, которые можно сегодня зарабатывать. Проблем с закупом, со сбытом этого закупленного молока, ну, нет никакого. Сегодня наша переработка молочная, она готова перерабатывать это молоко. Мы сегодня субсидируем 3 рубля за каждый литр закупленного молока. То есть тот кооператив, который приехал к кому-то, в какое-то личное подсобное хозяйство, к какому-то крестьянину, закупил у него молоко по одной цене. Так вот, 3 рубля еще он от государства получит, за то, что он это молоко закупил, на каждый литр молока. Два года назад в поселке Уэйха открылся небольшой молочный цех. На нем перерабатывают одну тонну молока в день. Ассортимент готовой продукции небольшой. Цельно молоко, творог, сметаны и сливки. Спрос на нее есть. Курагинцы говорят, что вкус у молока, как в деревне, у бабушки. Мы выпускаем молоко, пастеризованное, цельное. Мы его не нормализуем. Просто пастеризуем и выпускаем с той массой жира, которую привезли нам с фермы. Принимаем мы молоко только нашей фермы, не смешиваем их, только наша продукция. Жирность нашего молока от 3,2% до 4,2%. Молочный цех появился благодаря государственной поддержке. В 2016 году курагинское хозяйство вошло в краевую программу устойчивого развития сельских территорий. Край выделил муниципалитету 95 миллионов рублей. На них провели в селах водопровод, построили жилье для специалистов, модернизировали колбасный цех, а животноводам компенсировали половину затрат на оборудование для молочного цеха. 5 миллионов рублей. И в 2018 году отсюда вышла первая продукция. Исторически данное предприятие работает порядка более 30 лет. И мы всегда снабжали население молоком. До этого это снабжались, конечно, бочковым молоком население. Также садики мы снабжали. Но в связи с изменением законодательства и норм правил новых госов, нам пришлось, конечно, данное молоко на сегодня потребителю доносить уже в упаковке, потребительской упаковке, которая бы соответствована всем нормам, декларациям, которые на сегодня работают в нашей Российской Федерации. В дальнейших планах запустить линию по производству йогуртов и сливочного масла. Однако увеличивать объемы и выходить на краевой рынок курагинские переработчики пока не собираются. В условиях современного рынка, то есть проблема со сбытом, реализация, она имеет место. И крупные сегодня производители молочной продукции, конечно же, сложно с ними конкурировать. Таким вот своего рода небольшим производством. Опять же говорю, хозяйство преследовало свои цели. У них есть свой потребитель. Наша задача, чтобы жители Украгинского района употребляли свое местное, свои местные продукты. А уже цель, то есть как бы там выйти на какие-то крупные рынки, наверное, она пока не стоит. Потому что сегодня, опять же, с помощью государственной поддержки, те наши ведущие сельскохозяйственные предприятия, которые сегодня производят молоко в сыром виде и передают на переработку, государственная, опять же, помощь позволяет им более-менее достойно в современных условиях экономики существовать. Сырье на переработку привозят собственного животноводческого комплекса. В хозяйстве 650 дойных коров. Новый карман на основе кукурузы и люцерны обеспечили хозяйству прирост молока. Сегодня дует 17,7 литров на одну корову, на 3 литра больше, чем в прошлом году. Используем сенаж из многолетних трав, как то из люцерны. Показала в нашем регионе прекрасную урожайность, хорошо телосуется, прекрасно сохраняется и сохраняет свои вкусовые качества для скота и питательность. Раньше использовали сенаж из овса и гороха, тоже очень прекрасный корм, но более дорогой, скажем так, в производстве, что, соответственно, влияет на себестоимость молока не лучшим образом. Одно главное отличие, это, ну, из названия понятно, однолетние надо ежегодно сеять, чтобы убрать, многолетние посеять можно один раз в пять лет, и пять лет прекрасно собирать урожай. Ну, вот это вот зерносенаж у нас из овса. Ну, вот видим зернышки молочно-восковой спелости. Ну, вот коровка кушает, и все полезные вещества остаются в коровке. Соломка тоже нужна. Соломка – это клетчатка у нас, без клетчатки у жвачных не работает желудок. Поэтому все в рационе должно быть сбалансировано. Интересная особенность, что коровы здесь государственные. Курагинское опытно-производственное хозяйство, которое с советских времен занимается выращиванием элитных семян, одно из немногих края, оставшихся в государственной собственности. Впрочем, есть у этого и минусы. В 2019 году прошла реорганизация, и ОПХ стала филиалом Российской академии наук, что лишило его права на региональные и федеральные субсидии для аграриев. Есть программа субсидирования молочного животноводства, то есть когда на один литр молока идет дополнительное финансирование со стороны государства. А вот, к сожалению, без этого дополнительного финансирования там совсем другой результат. Но все же жить можно, так скажем. Впрочем, Краевой Минсельхоз нашел способ, как помочь нашим научным предприятиям, ведущим сельское хозяйство. Таких в регионе три. Это ОПХ Курагинская, Минусинская и Михайловская. В этом году они смогут заявиться на гранты. В бюджете для них предусмотрены 50 миллионов рублей. Это стропа называется. Это тоже уздак. Это подбрюшник. Это шлея. Пожалуйста, будьте внимательны. Владимир Макаренко – шорник. Человека этой редко, почти вымирающей профессии мы встретили на конных скачках в деревне Новая Солянка. Конная упряжь, изготовленная вручную, хорошим мастером, по-прежнему считается одной из самых лучших и дорогих. И такой упряжью лошадей запрягают в празднике. Вот то заводской хомут, а вот этот хомут я сам перетягивал весь. Клешни были, а это все войлок и все пришил. Любовь к лошадям у Владимира с детства. Отец работал конюхом. И он с ребятишками часто наведывался в конюшню, где работал сосед – пожилой шорник. Было специальное помещение такое, называлось конюховка. И там упряжь висела, печка была, и мы, ребятишки там, и взрослые там. И вот он там сидел и весь день чинил сбрую эту. Повзрослев, Владимир сам стал держать лошадь и попробовал сделать на нее амуницию. Сначала шил по шаблону от старой уздечки, потом по редким выкройкам из журналов. Из инструментов только высечки дошило, а появление каждой клепки – результат длительного труда. Из латуни или нержавейки выдавить форму, а потом каждую отполировать. Кстати, швейная машинка появилась только в прошлом году. До этого делал стежки вручную. Каждую дырочку проткнешь, иголочкой вот так пройдешь, в один край, а потом с того края туда, чтобы шов был вот такой, как на машинке. Это очень долго. Эта машинка, конечно, это легко. Сейчас, вот сколь я нашил, за сколь я нашил, за два месяца я нашил. Владимир сожалеет, что спрос на его изделия с каждым годом снижается. Желающих, кому можно было бы передать свой опыт, тоже нет. Хотя в наше время такой умелец – большая редкость. Кстати, кроме конного гардероба, он еще делает сани. Да не обычные, а кованные. Заобразец взял карету самой императрицы Екатерины. Это все на сегодня. Прощаюсь с вами ровно на неделю. Смотрите нас также на сайте enisei.tv. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова